И всем привет, ребят, с вами Сарвак, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый режим, который у нас уже появился в игре. Это командная гонка вооружений, посмотрим, что она из себя представляет, насколько она актуальна, насколько она интересна. Я выскажу свою точку зрения по поводу этого режима, ну и прочувствую, каково это, играть гоночку вооружения в команде, посмотрим, насколько сильные игроки есть в матчмейкинге и сумеем ли мы вместе с вами добраться до конечной пушки и выиграть наш замечательный бой. Я даже не заходил на свой основной аккаунт, в принципе, можно и без доната сыграть эту гонку вооружений, ничего не меняется у нас относительно вооружений. То есть у всех, вне зависимости от звания, вне зависимости от гаража, который есть, выдается МК-7, если я не ошибаюсь, там, наверное, МК-7 нету, вооружение и с ним вы уже играете в этом замечательном режимчике. Нам, конечно, желательно было, чтобы нас закинуло в новый бой, а не начатый. Просто, если будет начатый, то я думаю, что мы вместе с вами его перепикнем. Не вижу никакого смысла, начиная с боя, в котором уже, что у нашей команды, что у команды противника будет большое количество разных пушек. Так, ну она закидывает как раз в нулевую каточку, и это очень-очень хорошо. Резисты работают в этом режиме? Серьезно? Я не знал, что здесь резы работают. Ладно, первый килл есть. Первый киллчик пошел, работа полетела. Это, ну, наверное, режим, в котором не супер быстро будет выполняться, ой, не выполняться заданки, а зарабатываться очки. Да, и, само собой, ну, наверное, быстро завершить здесь бой будет тоже крайне сложно. Но посмотрим, посмотрим на дистанции, что у нас получится. Второй килл у нас есть. Главное, первые пушки сейчас быстро пройти. И тогда, о, есть огнеметик. И тогда будет все хорошо. Наш тиммейт тоже уже добрался до второй пушки. У противников целых три игрока уже с жигами имеются. Так, первого бойца на жиге вижу. Начинаем сразу по нему надувать. Так, я его, к сожалению, не уничтожаю. Так, еще один боец на жиге. По нему тоже надуваю делаем. Хорошо, плюс килл есть. Так, и мне надо еще два килла. Бой заканчивается в том случае, когда мы доходим до последней пушки и на последней пушке делаем пять киллов. То есть, надо еще хорошо постараться, либо мне, либо нашим тиммейтам, чтобы мы могли закончить этот замечательный бой. Так, броня, кстати, тоже, видите, работает в этом режиме. Я, честно говоря, думал, что не работает. Так, но мы уже переходим на тринса. Крутяк. Первые пушки тут, знаете, такие не самые приятные, наверное, для Соликамска. Потому что на них надо ехать в упор. А дальше уже пойдут хорошие такие пушки, на которых можно будет довольно легко делать киллы, даже на больших расстояниях. Поэтому здесь сейчас мы быстренько переборем вот эти вот не самые лучшие пушечки. И тогда пойдет контентик. Пойдет контентичек. Так. Жиги уже по респав нашим катаются. Ну, по идее, у нас по команде сейчас посмотрим, сколько уже игроков перешло на следующую пушку. Твинс Арбент, дальности вообще нет. У нас есть один молодой человек, который уже тоже на Твинсе. И против есть два на Твинсе. А, у нас даже три уже на Твинсе. На Твинсе как-то на этой карте тяжело очень киллы даются. Особенно против Смоки. Единственное, против Жиги можно делать килл. Но надо тоже чуть-чуть дистанцию держать. Так, первый есть, хорошо. Второй Твинс. Смотрим. Уничтожим. Хорошо. На чуть-чуть... На чуть-чуть опыте обошли его и забрали. Так, ну тут у меня 0 хп, не знаю, что мне смока слило. Сливай, сливай, хорошо. Так, еще один киллчик и мы переходим на следующую пушку. Будет неплохо, если мы сейчас быстренько это сделаем. Так, 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 так. Давай, 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 урон, 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 урон. Интересно будет еще посмотреть, сколько по кристаллам здесь дадут. По идее, по кристаллам здесь тоже должна быть неплохая прибыль. Но и тут еще нету расходки. Если у нас в обычном... В обычном... В обычной гонке вооружения расходка вроде как была, если я не ошибаюсь, то здесь, видите, расходочки нету. Здесь еще и дроп решает очень многое. Надо больше смотреть за дропом. Так, ну лиса, конечно, супер печальная. Прямо вообще максимально. Офигеть, у меня еще и автонаводка сработала не по тому танку, по которому мне надо было. А, я еще и промазал. Ну, просто ужас. Вот лиса это будет, конечно, очень сложно. Перейти еще... Ой, резистов сколько от нее. Мне бы ддшечку дроповую где-то найти. Дашка, вижу, дроповая падает. Так, надо как-то у этого типа килл подсосать. Тогда будет шансик. Блин, а он в сейве стоит. Ой, плохо. Плохо, 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 плохо. Очень плохо. Я не знаю, как тут на рельсе убивать кого-то. Сколько надо вообще рельс дать? Три рельсы, наверное? 1100. Ну и вроде как, наверное, еще одна рельса. Хорошо. Так, один килл есть. А у наших тематиков, кстати, нормально идет. У них наоборот. Наоборот, на рельсе пошла движуха. Бригадирчик уже перешел на следующую пушку. О, хики зашел. Хики залетел в каточку. Так, 1100 еще. Еще контентика. А, и тип просто самоуничтожается. Плохо? Очень плохо, очень-очень плохо. Дроповая ДАшечка. Подбираем ее. Так, а мне надо помочь. Надо помочь слить этого типа. Как мне сделать эти киллы, а? Чет. Не знаю, как это сделать. Все выглядит очень сложно. Но у нашей команды пока пятая пушка есть. У противника еще пятой пушки нету. О, ДДшка дроповая. Так, вот сейчас может быть контактик. Пробуем. 1600. Наши тиммейты добивать будет? Конечно, он будет добивать. Так. И, блин, хотел сказать, хорошо добил. Но не добил, к сожалению. Так, по... Викинга Смаке, которая вдалеке стоит. Ну, Лиса, это прям самая печальная, наверное, пушка, которая здесь есть. Еще с тем счетом, что здесь переход идет на другие пушки. Но такой не супер. Не супер приятный. Изида, конечно, которая лечит, это тоже неплохая вещь. Так, и все. У меня остался один килл. Сделать? Отлично. Великолепно. Переходим на Изидочку. Переходим на Изидочку. Так. Пятая пушечка контейнтовая. Рабочая. Нетрулечка дроповая. Так, и полетели. Полетели, полетели, полетели. Еще была бы здесь Изида, знаете, с вампиризмом. Это вообще была бы супер жесткая тема. Так. Готовы бы бойца забрать. Блин, не успеваю. Нулевой урон. Что здесь по нулевому урону вообще? Как-то особо... Опачки, дроповая-то, да? Переходится в спине. Так, сейчас мы на эту перересу сразу упоримся. Надеюсь, что я успею ее сбрить. Надо было разводить ее. Если честно. Надо было ее разводить. Но это печалька. Это печ... О! Не печалечка. Хорошо. На вертушке промазал. Хотел понтануться хорошую рейсу дать. Но не получилось у него. Так. И жижу. Жижу, 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 жижу. Отлично. Супер. На гром переходим. Вот это уже я понимаю. Контентик. Громчик есть. Есть. Контактик. Так. Надо от дроповой ддшки играть. Надо играть от дроповой ддшечки. Ддшечка здесь прям это... В этом режимчике все. Так. Сам уничтожился. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Дроповую ддшку забрали. Так. Пикер рисует, добивает. Так. Но нам надо... О! Дроповая ддшка. Вот она есть. Вот она есть. На большом расстоянии. В принципе, на таком громе, наверное, я особо много урона не нанесу. Поэтому надо чуть-чуть сближение делать. Так. И тогда уже пойдет контактик. Пикер, кстати, нормально идет. Зашел намного позже меня. И уже на... На изиде. Но мне, наверное, что-то как-то очень долго шло. У него изидочка очень быстро пролетела. Но еще, видите, в этом режиме можно играть более на подсос. Да. И забирать у своих тиммейтов киллы. Я как-то, ну, не особо стараюсь прям забирать киллу у своего тиммейта. Хотя это, наверное, делать можно было бы. Можно было бы стараться и забирать их. То есть, в демке я больше склонен к тому, чтобы там забрать килл, который там накоцанный. А когда это уже командная игра, то я стараюсь наоборот, знаете, сыграть более как-то... То есть, бить того типа, который, например, не коцанный. Чтобы и мои тиммейты продвигались даже дальше по пушкам. И чтобы я кого-то уничтожил. Поэтому здесь немножко у меня лично другое мышление. Но, наверное, играть на подсос киллов тоже нормально. Да, то есть, это, в принципе, логично было бы тоже. Чтобы продвигать свою команду, все равно тот, кто добирается первой, та команда и выигрывает. Поэтому целесообразнее, наверное, играть с точки зрения подсоса киллов. Так, нулевой урон есть. Блин, еще и долгий такой нулевой урон. Плохо. Еще и риса мне попадает. Так, ну у нас уже три игрока на рикошетах. Но пока... Лично у меня особо хорошо ничего не получается. Плюс еще вот эта вот вещь, то, что ты респуешься на своей базе и тебе долго надо ехать до вражеского респа. Это, конечно, немножечко не круто. Ну и то, что киллы постоянно у тебя кто-то забирает с тиммейтов. С одной стороны, ты можешь забирать у них киллы. С другой стороны, они у тебя могут просто в легкую тырить киллы и ты будешь долго сидеть на одной пушке. Но с другой стороны... Ну, с другой стороны. Каточка будет дольше идти и, по идее, по бабкам ты тоже должен поинтереснее брать. Наверное. Но, может, конечно, это и не так работает. Но сейчас посмотрим. А рикошета только пройти. Что-то с рикошетом очень сложно. С рикошетом что-то очень сложно. Так, первый килл есть. Те пушки, которые такой маленькой средней дальности против, например, каких-нибудь рельс, это очень тяжело. Против Изиду вот это легко. Да, то есть Изиду можно здесь набривать. Рикошета тоже можно забирать. Блин, мне килл забрали. Плохо. Ну, и резисты, конечно. Здесь тоже вот эта вот вещь неприятная самая. Рельсеток. Вообще ужас. Когда ты просто залетаешь, а там 25 резистов. Ты такой думаешь, ефте, ефте, куда я попал. Так, давайте накидочку, накидочку. Жига, жига, давай, давай, давай. Хорошо, супер. Переходим на следующую. Есть контактик. Тони Кросс тоже хорошо идет. Что у нас, восьмая? Восьмая я не помню что. А, фриз. Ничего себе. Восьмая это фриз. Так, меня тип не тянет. А, они вместе играют, ничего себе. Гениально. Ну ладно, ничего страшного. Одного мы сбрели. Надо еще одного. Надо, а нет, надо еще двух. Надо еще двух. У нас по команде три человека идут довольно равненько. Три игрока уже на фризах. Это очень неплохой результат. Так, лаг сервера. Где тип долагал? Где тип долагал? Так, фриз, 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 фриз. Давай, фриз. Иди-ка сюда. Блин, килл забрали. Еще один килл забрали. Ну что же за дело-то такое? Там мой киллчик. Ну боже, а где мой киллчик? Просто в три фриза пушинг происходит. Килл, килл, килл. Ну блин, нифига себе, челу подфартило. Просто били с ним вместе, грубо говоря. И все киллы забрал он. Нормально, он так перешел сразу на следующую пушечку. Ой, два типа сразу у нас перешло на следующую пушечку. Видите, у меня особо так не идет. Как у этих ребят. Эти ребята прям очень жестко двигаются. Но знаете, самое что прикольное? Это когда у вас в команде будет там, например, 3-4 бонка. Это выглядит же супер сочно. Так, будет контентовый скрин. Я даже думаю втушить. Так, викафриз. Викафриз. Ну давайте, быстрее. Как-то я не знаю, надо перейти. Не получается что-то у меня. Уникрос уже переходит даже дальше. Дроповая нитра. Давайте я возьму лучше ее. Надеюсь, что она мне помогает. О, еще и ДД есть. И фулл фарш можно собрать. О, еще и рикошет как раз пушит респ. Давайте только, надо его слить. Отлично, супер. Ну, конечно, если бы я бы этот фулл фарш собрал бы на следующем респе, это было бы поактуальней. Но, ладно. Как есть, так есть. Как есть, так есть. Так, шафтик. Хорошо. Балин не ваншотнул. Добить. Добил. Отлично. Так, еще один килл. Ну, шафт это довольно просто. Тони Кросс вон уже. На следующую пушку перешел. На молоту. На шафте тут киллы особо долго. Я не знаю как. Здесь типы очень легко открываются. Просто. Их сбриваешь. Так, молот есть. Десятая пушка. Ну, пока по сравнению с командой противника, наша команда идет прям очень хорошо. Да, то есть у нас реально типы контента выдвигаются. Так, пробуем слетить Зиду. Балин, за счет нулевого урона можно было еще чуть получше сыграть. Так, Тони уже переходит еще на следующую пушку. Хорош, что он молота дал. Так, и мне надо еще два киллчика. Еще два киллчика. Еще два киллчика. Еще один киллчик. Один килл, один килл. Хорошо, супер. Ну, молот тоже хорошая пушка. Быстро на ней получилось, как и на шафте. Но сейчас уже дальше пойдут нормальные пушки. За исключением, наверное, Магнума. На Магнуме будет потяжелее. Хотя, может быть, и на Магнуме тоже будет не так сложно. Вулкан, по идее, должен быть не самой сложной пушкой для киллов. Если, конечно, типы не будет уезжать. Типы будет уезжать, то может и на нем не особо получится. Так, есть дропа ВДД. Нам бы желательно было бы ее забрать. И в чем еще плюс командной гонки вооружений? Это то, что вы же можете здесь кодзать типов, а ваши тиммейты добивают. Очки-то вы получаете. Если ваша команда выигрывает, то это все в плюс бабки. Это все в плюс ваш заработок. Поэтому это тоже очень неплохая вещь. Вот, например, на Вулкане можно там каждому по 50 урона давать. И дальше. Уничтожать типов. Это очень выгодно. Блин, еще было бы неплохо, если бы я бы. У нас просто изида по респам катаются, офигеть. Что они делают? Жестко. Давай-давай-давай, слить-слить-слить-слить. Хорошо. И еще одного. Давай-давай-давай-давай-давай. Ах, не успел. Ладно, хики забрал, тоже неплохо. Хики уже тоже. О, у нас все на 11-х пушках. Но на Вулкане тут, конечно, чуть-чуть потяжелее. Так, фриз сливается. И мне осталось еще один килл сделать. Ну, давай-давай, друг. Давай-давай, дружаня. Мне нужен этот килл. Как никогда. Есть контактик, страйкер. Так, ну, страйкеры должно быть попроще, потому что есть возможность сводки. А сводка должна быть, по идее, ваншотная. Сводочка, по идее, должна быть ваншотная. Так, дадашечку. Отлично. Ой, только чтоб шапк меня не отреспил. Угу. Рельсочку. Успею? А, не успел. Не успел я забрать. Так, фриз. Будет сейчас меня пытаться уничтожать. Наша рельсочка добивает мой фраг. Хорошая тычка залетела. Добивочка. Контентовая. Страйкеры тоже должны быть резисты, по идее. Так, отлично. Отлично. Еще бы добавить один килл. Ну, ладно, не добавляю. Так, я уже на тринадцатый. Видите, на вулкане у игроков. Так, потяжелее пошло. Хики, кстати, уже переходит тоже на следующую. Так, магнум, магнум, магнум. Ну, тут такое, типа. А магнуме будет потяжелее. Ну, по идее, тоже можно. Законтентить. Первый есть. Первый есть, контактик. Так, сейчас мы быстренько второй сделаем. Контактик. Второй контактик есть. Так, и можно, наверное, сразу даже третий контактик сделать. Блин, не добил. Там его уничтожили, я так понимаю, да? Так, по кому бы дать урон? По этому магнуму. Отлично, залетает в голову прямо. Так, на 14-й. У противника только 11-я пушка. У нашей команды уже у троих 12-я, у меня 14-я. Гаусс. Шикарно. Но здесь уже пошли такие пушки, на которых легко киллы идут. Здесь главное перебороть вот эти вот не самые хорошие пушки. Дальше уже идет намного-намного проще. Ну, у меня лично. Я не знаю, как у всех. Но для меня лично вот эти вот начальные пушки, они намного-намного сложнее, чем те, которые идут дальше. Даже, видите, на магнуме идет намного проще. Здесь просто на сводочках тушеночку делаем. Так, здесь пушит у нас кипочек. Блин, молота не добил. Плохо. Молот на тычку оставался. Так, ну еще одну сводочку мне надо. Одну сводочку хорошую дать. Вот, например, сюда по смоке. Она, наверное, ваншот. Нет, не ваншот. Блин. На вторую я уже сводочку не успеваю выдать. Так, по мне тут вулкан наваливает. И Зида меня сливает. Один килл надо. Один килл, один килл, один килл. Но дроп очень сильно решает в этом режиме. Прям очень сильно. Здесь от дроповой расходки можно только моментов выиграть. Поэтому берите, ребят, на заметку, если играете в этом режиме. Всегда отыгрывайте, старайтесь от дроповой расходки. Дроповая расходка в этом режиме прям очень многое решает. Но я что-то никак не могу на гауссе киллы сделать. На магнуме даже, видите, оказалось намного проще, чем на гауссе. Хотя, по идее, должно было быть немножко по-другому. Так, ну халявный килл подъехал. Пятнадцатая пушка. Это Тесла, если я не ошибаюсь. На Тесле здесь можно и сверху шарики просто в центр побутскать. Ну, либо вот так просто забрать кого-то. Вот сюда можно. Шарик будет кануть. И забрать вот этого типа, который стоит снизу. Сейчас вот так вот сделаем. Оп. Ай, добили. Мы еще одного добили. Но идея была неплохая, если честно. Так, еще один едет, боец. Блин, отъехал. Не хватает дистанционно. Пробу втушить. Так, кто там еще под стеночкой стоит? Давайте. Пробуем слить. Нет, не получается. Не получается, моя идеечка. Не срабатывает. Так, Хики уже тоже. На гауссе. Но он вообще заходил супер поздно. То есть, он заходил, когда я уже был там на третьей или четвертой пушке. И так хорошо у него идет. Давайте. Есть первый. Контактик. Тут надо просто от шариков, знаете, так отыгрывать аккуратненько. Второй. Контактик. Так, и третьего слить бы. А, третьего не сливаю. На езиде есть, короче, типы, которые просто играют на хилл. То есть, они не переходят на следующую пушку. Они стараются помочь своей команде. Это тоже, как бы, ну, такая вещь хорошая. С точки зрения командной игры. Это очень круто. Когда такие игроки есть. Когда они, знаете, летят не свои киллы делать, а пытаются помочь своим тиммейтам. Так, Скорпион. О, Скорпион тоже здесь есть. Я думал, Скорпиона здесь не будет. Скорпион тоже есть. Прикольно. Так, ну, Скорпионе мы делаем все намного проще. Мы ищем типа на большой дистанции. Ну, к примеру, такого. И сразу тушим ему сводку. И все. То есть, я даже не думаю, что мне надо гоняться за кем-то. Я думаю, что здесь можно на простых сводках натушить киллы. Давно я, кстати, не играл на Скорпиончике. А, не попал. Давайте. А, я тоже не попал. Как так? Там на тычку оставался типочек. По идее, его можно было бы забрать. Так. Интересно, кстати, в рамках этой катки я дойду до того момента, когда будет у нас сразу в команде несколько бонков. Если дойду, то будет круто. Ну, посмотрим, насколько сложно будет вообще сделать килл на бонки. По идее, если типы грамотные против играют, то они могут прям очень сильно мешать и не давать мне сделать киллы. И тогда у нас будет много бонков в команде. Так, остался один килл. Ну, давайте, наверное, по нему сводочку даем. Теперь я восхитить не успею. Ага, не залетело, понял. По идее, расстояние было хорошее. Под килл. Один килл мне остался. Самый сложный. Самый сложный последний килл. Есть контактик. А, нет, не последний. А что, сколько на Скорпионе надо сделать? На Скорпионе не три килла? Я думал, на Скорпионе три килла. И не четыре килла. Что за прикол? А сколько киллов, наверное, на Скорпионе делать? Ничего не понял. Это очень многовато. Я думал, там... А, во. Есть контактик. Есть контактик, 17-й. Так, бончик, бончик, бончик. Пять киллов на бонке, и мы заканчиваем эту катку. Пять киллов мне надо. Едем искать типов, которые едут на наш респ. Ну, либо те, которые играют на ближнебойных пушках. Я думаю, что их будет проще всего забрать. Так, 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 так. А, это тиммейт. Блин, я уже хотел тиммейта тушить, если честно. Я забыл, что это командный... Ай-яй-яй, нет-нет-нет, только не минус, только не минус, только не минус, только не минус, только не минус. Хорошо. Так, Магдум. Магдум красавчик. Офигеть, прикольная игра, люблю ее. Обожаю. Когда в нее играют типы, у которых нестабильное интернет-соединение. Так, ладно. Один килл есть. Осталось еще. Осталось еще два... Ой, два, четыре килла. Так, я надеюсь, что сейчас Хики дойдет тоже до бланка. И мы вместе с ним можем хотя бы сделать скриншот контейнтовый. Контейнтовый скриншот. Ой-ой-ой, промазал. Это так, не очень просто, если честно. О, хорошо залетело. Так. У меня остается еще три килла. Ой, два килла. Два килла. Сейчас бы вот этого забрал, тоже было бы круто. Так, напишу Хики, чтобы он знал, что ему надо ускориться. А то он, может быть, не будет ускоряться. Сейчас, знаете, там на чиле, на расслабончике, на скорпиончике будет тушить. Ему надо ускориться. Так, и... Ну, вообще, по идее, мы можем и закончить эту катку. Еще один килл остался. Ластовый килл. Ластовый киллочек остался. Хики переходит. Хики переходит на следующую пушку. Так, и где он есть? Где он есть? Где он есть? Я его не вижу, если честно. А, вот, вижу. Вижу, вижу, вижу. И едет эта сарделька. Сардельючечка едет. Контентовая сарделя. Сардельечка. Все, поехали, работаем. Поехали, поехали, поехали. Давай, давай, давай. Контентик, контентик, контентик. Нифига, 25 минут эта катка идет. Я еще один килл сделал. Походу, меня обманули насчет того, что здесь надо сделать на пушке 5 киллов. Потому что 5 киллов я уже точно сделал на бонке. Это точно был пятый. Но до сих пор у нас каточка не закончилась. Но, наверное, мне еще один килл остался. Ластовый. Дроповая расходка решает очень многое на бонке, особенно нитра. Нитра бы мне сейчас бы очень сильно пригодилась бы. Но я ее не вижу. Зато я вижу вулкана. Блин, он играет неплохо, если честно. Довольно так грамотно отыграл этот молодой человек. Один килл, чат. Один килл, чат, один килл, чат, один килл мне остался. Последний самый сложный. Но мы его должны точно бомсануть. И это будет 57 килл. Но катка супер долго идет. То есть в соло намного быстрее заканчивается этот бой. И... Но он проще. Он проще. Он проще. В соло намного проще. Здесь, конечно, супер тяжело. Особенно на таких пушках по типу бонка, когда противник понимает еще что делать. Когда, например, он откатывается назад. То это прям очень тяжело. Но победа есть. И мне дают 5000 крисов. То есть за полную катку это было бы 10 тысяч. И все это за 25 минут. Даже больше. То есть это, грубо говоря, за 2 матчмейкинговые катки. То есть по кристаллам. Это супер мало. Я, честно говоря, думал, что здесь будет намного больше прибыли. Я думал, что здесь прям реально будет бабловик контентовый. Но по итогу... По итогу интерес есть, наверное, в этом режиме. Среди тех ребят, у которых нет гаража нормального. Да? У которых нет хороших вооружений. Это, наверное, прикольно играть. Но с точки зрения... Обычных игроков, у которых есть качки. Да? То есть у них гаражи каченные. Да? И все есть. То, наверное, это неприбыльная вещь. Я думал, что этот режим будет намного прибыльнее и намного актуальней. И более смысловой, наверное. Но, к сожалению, это не так. Но! Поиграть в нем пару раз. Я думаю, что можно. Ради фанчика пойдет. Пишите, что вы думаете по поводу этого режима. Пишите, играли вы в нем или нет. И насколько он вам понравился. Возможно, есть какие-то определенные моменты, с которыми вы согласны. С моей точки зрения. С какими-то, может быть, не согласны. Напишите. Мне будет интересно тоже почитать. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, когда мне пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунчике мой личный тег. Это тег.темп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов. На 20 тысяч танкоинов. Все информации по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok